Ровно с того места, на котором мы остановились, давайте и продолжим. После того, как протокол обещал ничего не скрывать. И обещал поставить нам два варианта развития событий. Многие из присутствующих отвечали, что ему как хочется, пусть так и предлагают. И заметьте, снова Сократ обращает наше внимание на количество людей, которые поддерживают или не поддерживают ту или иную позицию. Многие, значит, не все. Тогда, мне кажется, решил он предний будет рассказать вам. Да, заметьте, многие, кто же из них? Демократов. Нет, демократов там нет. Ну, в смысле, вот масса, которая... Вот, кто составляет массу? Молодежь составляет массу. Здесь только два софиста, помимо протокола, и Сократ, все остальные молодежь. Поэтому многие, это молодежь. И снова, да, 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 конечно, он гедонист. Он еще как бы не знает этого, то есть он не утверждает этого. И даже, наверное, будет отрицать это потом. Но Сократ именно за это схватится и позднее заставит его, как бы, покажет всем, что он скрытый гедонист. Все здесь присутствующие скрытые гедонисты, кроме калия. Почему? Нет, к линий безумец. Калий? Это кто? Конечно! Калий не может скрывать собственного гедонизма. Помните, что он погряз в этом деле. Он излащен на все 100. Можно? Да, конечно. Я же говорил вам, книга о богах. Есть и другие его сочинения, но от нас дошли только конкретные отрывки. Только отрывки, ничего больше. Было некогда время, когда боги-то были, а смертных родов еще не было. Давайте остановимся. Начинается длинная речь Протагора. Это самая длинная речь Протагора в этой книге. И в этой же книге будет чуть ли вообще не самая длинная речь, в принципе, которую мы можем встретить у Платона. Протагор удостаивается чести, которой не удостаивается ни один другой софист. Если мы откроем Гиппе или откроем Горгия, то есть диалоги названы их в честь двух других софистов, мы увидим, что Сократ всегда либо опаздывает, либо намеренно не приходит на их речь, которую они собираются произнести. То есть Горгий только-только произнес прекрасную речь, чтобы появляться Сократ. Протагору дана возможность Платонам произнести свою блистательную речь, произнести ее перед Сократом. Современные исследователи расходятся, но все-таки так или иначе вращаются вокруг идеи того, что это настоящая речь Протагора. Или близкая к настоящей речи Протагора. Еще раз. Было время? Было некогда время? Заметьте, правильнее было бы сказать, когда боги уже были, а смертных родов еще не было. Чувствуете противопоставление? Уже еще. Отлично. В чем проблема? Еще давайте я прочту так. Вот именно. Значит, их когда-то не было, когда боги уже были, а смертных родов еще не было. Значит, было время, когда и богов еще не было. Протагор вы двигаете вперед в свою теологию. Теологию, помните, начинает с богом говорить. Да? В добрый путь, как у нас перевели. А? Книгу? Ну, вы у меня спрашиваете. Ну, видимо, ему уже было 70, он уже мог ничего не бояться. Как и Сократ. Ну, чувствуете? Итак, было время, с точки зрения античности, это правда так, боги появились в какой-то момент, поэтому протагон не нарушает здесь теологии, но он правит ее и правит серьезно. Когда же для них пришло предназначенное время? Заметьте, и для них, то есть и для богов было свое предназначенное время, кем-то предназначенное или чем-то предназначенное, так и для людей. Стали боги создавать их в глубине земли и смеси земли и огня. Данят еще и того, что соединяется с огнем и землей. С огнем и землей достаточно. Первая проблема. Боги, боги, боги. Но какие это боги? Что это за боги? Не сказано. Пока что никаких богов нет, да, и по именам никого не названо. Помните, что протагон учился у Демокрита? Да. Вот эта связь земли и огня, огня и земли, тем, что соединяется с огнем и землей, это, конечно, связь, естественно, научников, да, то есть на тот силос. Это их идеи. Помните также, что в государстве как раз-таки связь или смесь золота, серебра и меди, если я не ошибаюсь, или прочих металлов и примесей и определяли качество души. То есть это был миф, который Платон, который Сократ описывает как миф, введенный в идеальном государстве. И, наконец, смотрите, что значит в земле, в глубине земли и смеси земли и огня? Что значит в глубине? Не надо, не надо. Ну, в аиде, значит, получается. Нет, 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 не сказано, что в аиде, в глубине земли. Ну, и земли, это хорошо, да, но античность всегда считала, что человек не особо высокий. Это как раз-таки инновация христианства, что человек, он прямо по образу Божьему. Идея в том, что они делают это без света, в глубине земли темно, то есть без солнечного света. Что касается богов, то нам надо бы сравнить это с тем, что говорится в теме. Теме – это лица БЦ. Конечно, Творца и Родители этой Вселенной нелегко отыскать. И если мы его найдем, о нем нельзя будет всем рассказывать. И все же поставим еще один вопрос относительно космоса, взирая на какой первообраз работал тот, кто его устроял. На дождиственный и неизменный, или наизменивший, или наимеющий возникновение. Если космос прекрасен, а его демюр добр, ясно, что он взирал на вечное. Если же дело обстояло так, что и выговорить-то запретно, значит, он взирал на возникшее. Но для всякого очевидно, что первообраз был вечным. Ведь космос – прекраснейший из возникших вещей, а его демюрг – наилучший из причин. Возникший таким, космос был создан по тождественному и неизменному образу, постижимому с помощью рассудка и разума. Если это так, то в высшей степени необходимо, чтобы этот космос был образом чего-то. Но в каждом рассуждении важно избрать сообразное с природой начало. Поэтому относительно изображения первообраза надо принять вот какое различие. Слово о каждом из них сродни тому предмету, который оно изъясняет. О непреложном, устойчивом и мыслимом предмете и слово должно быть непреложным и устойчивым. В той мере, в какой он может обладать непровержимостью и бесспорностью. Ни одно из этих свойств не должно быть утрачено. Но о том, что лишь воспроизводит первообраз и является собой лишь подобие настоящего образа, и говорить можно не более как правдоподобно. Ведь как бытие относится к рождению, так истина относится к вере. А потому не удивляйся, Сократ, если мы рассматриваем во многих отношениях много вещей, таких как боги, рождение вселенной, и достигнем в наших рассуждениях полной точности и непротиворечивости. Да. Знание, требование, которое выдвигается, предъявляется к знанию, а именно точность и непротиворечивость, невозможно в беседе о богах. Иными словами, знание о богах невозможно. Помните, это ровно то, о чем говорит протокол в своей замечательной книге о богах. Напротив, мы должны радоваться, если наше рассуждение окажется не менее правдоподобным, чем любое другое, и при том помнить, что и я рассуждающий, и вы, мои судьи, всего лишь люди, а поэтому нам приходится довольствоваться в таких вопросах. Правдоподобным мифам не требую большего. Достаточно 30b. Невозможно ныне и было невозможно издревле, чтобы тот, кто есть высшее благо, произвел нечто, что не было бы прекраснейшим. Не было бы прекраснейшим. Видите, как этот миф будет полностью противоречить тому, что говорит протокол. Ведь у человека проблема возникнет именно с тем, что он как бы окажется без ничего. Между тем, размышление явило ему, что из всех вещей по природе своей видимо. Ни одно творение, лишенное ума, не может быть прекраснее такого, которое наделено умом, если сравнивать то и другое как целое. А ум не может обитать ни в чем, кроме души. Руководствуясь этим рассуждением, он устроил ум в душе, а душу в теле. И таким образом построил вселенную, имея в виду создать творение прекраснейшее и по природе своей наилучшее. И ц. Коль скоро. Коль скоро это так, мы сейчас же должны поставить другой вопрос. Что же за живое существо, по образцу которого устроитель устроил космос? Мы не должны унижать космос, полагая, что дело идет о существе некоего частного вида, ибо подражание неполному никоим образом не может быть прекрасным. Но помыслим такое живое существо, которое объемлет все остальное живое по особям и родам, родам как своей части, и решим, что оно-то и было тем образцом, которому более всего подавляется космос. Ведь как оно вмещает в себе все умопостигаемые живые существа, так космос дает себе место нам и всем прочим видимым существам. Ведь Бог, пожелавший, возможно, более уподобить мир прекраснейшему и вполне совершенному среди мыслимых предметов, устроил его как единое видимое живое существо, держащие все сродные ему в природе живые существа в себе самому. Достаточно. Чувствуете разницу между рациональной религией, создаваемой с помощью разума? Космос-разум. Да, 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 то, что предлагает Тимей. И тем, о чем говорит протагол. Созданные во тьме из смеси земли и огня, ничего не способны, ни на что не способны люди. Протагол выступает с идеей того, что на самом деле природа создала людей случайно. Мы брошены. Мы одни. И то, что мы делаем, является результатом. Да, тот факт, что мы еще не перебили друг друга, является результатом наших собственных заслуг. Государство и Тимей выступают строго против такой концепции религии. Христианство, о котором мы говорили, выступает строго против такой концепции религии. Потому что, если мы брошены и одни, то нет... А? Слышно. Не-не-не, не так, не так. Это не та мысль, на которую я хочу вас навести. То нет никакой концепции вины для человека. Более того, тот факт, что мы умудрились жить вместе при таком изначальном положении, говорит о том, что мы, в общем-то, что это наша заслуга, что мы, в общем-то, хороши. Что мы потрудились над собой. Напротив, в Библии вы открываете другую концепцию, прямо противоположную. Сначала был золотой век, а потом катастрофа. И катастрофа является результатом нашего собственного невежества. И потому мы греховны. Но протогор говорит прямо противоположное. Но мы должны продолжить. Из земли и огня добавь еще того, что соединяется с огнем и землей. Когда же мы... Да, смотрите. Из чего состоят люди, следовательно? А огонь и земля. Ну, как это называется общим словом-то? Сглеварма? Нет, ну, я имею в виду более широким общим словом. А что такое? Материя. Материя. Люди полностью материальные. В них нет ничего духовного. Да, в них нет, не то что души, в них вообще нет ничего духовного. Нет духовной составляющей. И потому, как сугубо материальные... Возникает вопрос, если мы сугубо материальные, как мы можем быть моральными? Есть диалог, в котором кто-то говорит Сократу, я уже не вспомнил, что это за диалог, кто ему говорит, скажи спасибо... А это, по-моему, Минона говорит. Скажи спасибо, Сократ, в соответствующем Миноне, что мы не варвары, как бы. Я смотрю, ты вообще обленился. Ты привык к тому, что здесь все цивилизовано. В какой-нибудь фраке тебя бы пырнули мечом, и все. А здесь у нас суд, присяжные, доказательства, речи и так далее, и так далее, и так далее. Если мы взглянем на соседние... Ну, для греков соседние страны, то станет понятно, что вообще-то то, что мы признаем моральным, соседи признают аморальным. Ну, это да, это проблема законов, да, 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 да. Но здесь немножко шире. Мы видим, что в других местах люди находятся в аморальном состоянии, что в других местах не цивилизация, а варварство. Но это значит, что цивилизация никогда и не существовала. Не существовала с самого начала. Это значит, что цивилизация является результатом наших собственных усилий. Но это, в свою очередь, значит, что никакой души и духовности и моральности не существует. По природе, естественно. Что они есть результат наших собственных усилий. И ничего больше. Ровно как и цивилизация. Ну, и, соответственно, следующий-то шаг какой отсюда? Что мы в любой момент можем ее переделать. То, что мы сегодня считаем моральным, мы завтра можем перестать таковым считать. Это ровно то, против чего выступает Сократ. Потому что Сократ выступает за существование души. Протокол же говорит, нет. Мы, следу за демокритом, атомистами и материалистами в целом. За натурфилософами. Мы в целом состоим из материальных вещей. Из материальных предметов. Из материи. И, соответственно, нет никакой духовности. Нет никакой духовности. Значит, вся она является производной от нас. Если вся она является производной от нас, то мы сами можем определять, что духовно, а что нет. И в любой момент. То есть, что является моральным поведением, а что нет. И в любой момент. Конвенция действительно. Но эта конвенция уже другого рода. Конвенция – это все-таки соглашение. Между кем-то и кем-то. Но если вы целиком моральный и никакой души у вас нет, лично у вас нет, это значит, что вы без конвенции можете определять свое моральное поведение. Возвращаемся к скотоложеству, отцеубийству и ринцесту. То есть, нет никаких проблем, нет никаких препятствий, нет никакого посмертного в кавычках наказания или нет никакой неправильной природы души, посмотрев на которую или рассмотрев которую, вы могли бы сказать, что этот человек делает что-то неправильно. Нет ничего неправильного. Если люди возникли из материи, если они сугубо материальны, нет ничего неправильного. А то, что установлено законом, является всего лишь временным установлением. Нет вопросов. Не хотите двинуться дальше вместе со мной по этому пути. Потому что если нет ничего неправильного, возникает вопрос, как вести себя в этой ситуации. То есть, где ориентиры? Законы. Законы являются ориентиром для жизни в обществе. Да мы говорим о моральных вещах. Да, в античности законы, конечно, касаются морали. Но в какой части-то? В части богов. Да? Ну, по сути. Нет, вы, конечно, правы. То есть, убийство – это тоже плохо. Это как бы неморальный поступок и так далее и тому подобное. Это правда. Но протокол ведь не утверждал нигде, что он делает хорошими гражданами. Хорошие граждане. Это тогда утверждает, что делает хорошие граждане. Нет, протокол же сказал, что он сделает тебя лучше. Нет, я сделаю тебя сильнее в речах и делах, сильнее всех остальных. Это и есть лучше. Но это не моральные категории лучше. Он как раз таки говорит об аморальности. Он потом будет об этом говорить. Ты лги. Если нет никакой души, нет никаких препятствий для того, чтобы вести себя ровно так, чтобы бенефициаром ваших действий были только вы. Вы и есть главный ориентир для самого себя. То есть, вопрос, где идеал? Идеал, он вне вас или внутри вас? Протокол отвечает. Если мы сделаны из материи, он только внутри нас. Вы можете, смотрите, почему вы не можете убить своего отца в рамках запрета закона? Потому что вы знаете, что если вы убьете, вас накажут. А не потому, что вы думаете, что отца убивать нельзя в принципе. А как же вот эти навязанные мнения? В смысле? Вот эти мнения? Нет, мы рассматриваем точку зрения протокола. Понятно, что навязанные мнения будут. Но, с точки зрения протокола, если мы суммы материальны, у нас вообще нет никаких препятствий. Внутренних препятствий. Наоборот. Наша целиком мотивация должна быть внутренней. То есть, смотрите, почему вы должны умереть на войне? Потому что вы патриот, ответ. Отлично. Патриотизм для кого вы грязи? Я говорю, что это не так. Вы должны умереть на войне или нет? То же самое будет и касаться любых других вопросов. Является ли это точкой зрения общественно опасной? Да. Именно поэтому это только начало мифа. Хорошо. Когда же вы знаменились боги вывести их на свет, вы приказали Прометею и Эпиметею украсить их и распределить способности, подобающие каждому роду? Да, Прометей и Эпиметей – это, соответственно, думающий наперед и думающий задним числом. То есть, думающий до и думающий после. Помните, что протокол уже назвал Сократа Прометеем? Да? Думающим до. Заметьте, когда боги вознамерились вывести их на свет, то они приказывают Прометею и Эпиметею украсить их и распределить их способности по каждому подобающему роду. Являются ли Прометей и Эпиметей богами? Нет, это титаны. Но титаны из них только один – Прометей. Да, его наказали. Это будет рассказано почте здесь. Дело в другом. Во-первых, Эпиметей – это придумка. Его не существует. В легендах есть только Прометей. Раз. Это придумка протогора? Да, да. Второе – это не боги, это титаны. Ну, в данном случае даже не сказано, что это титаны. Это точно не боги. И третье – что делают Прометей и Эпиметей? Вот боги создали этих существ непонятных из смеси земли и огня. Не-не-не, ну а именно что они делают? Наделяют их определенными… А как это называется? Они подкидываются. Наделяют их чем? Природой. Природа является результатом творения. Получается, что даже не богов. Да, получается, что даже не… Ну, по приказу богов. Но дело не в этом. Если человек создан из материи, если он целиком и полностью материален… Помните, мы ведь говорили, что природа… Когда мы говорим о природе, мы ведь не имеем в виду биологию, да? Мы имеем в виду душу. Но если человек полностью материален, нет никакой природы человека. Иными словами, природа человека является рукотворной. А ее ведь не хватило. Чего не хватило? Нет, вы имеете в виду… Да, нет, речь о другом сейчас. Это мы до этого дойдем. То, что мы понимаем под природой, является результатом наших собственных усилий. Ничего больше. Узнаем? Эпиметрий попросил у Прометая позволение самому заняться этим распределением. Да, заметьте, эпиметрий не назван глупым нигде здесь. Хотя то, что он делает, как бы глупость. Но дело в другом. Подумайте над тем, насколько Прометей думает наперед, если он отдал все эпиметрию. Вообще не думает. Да, он вообще не думает наперед. Эти силы, которые наделяют нас природой, наделяют нас случайно. Природа искусственна, это правда, говорит протогор. Но эта искусственность непродуманная, она является случайной. Тот образ человека, который мы имеем перед нашими глазами сейчас, искусственный образ. Но он случайно созданный. Чувствуете, у протогора и Сократа есть точки пересечения. Они и тот, и другой не очень довольны получившимся результатом. А когда распределил, сказал он, тогда ты посмотришь. Да, опять же, смотрите, как Прометей легко убедить. Я сделаю, а ты посмотри. Уговорив его, он стал распределять. При этом одним он дал силу без быстроты, других же, более слабых, наделил быстротой. Одних он вооружил, другим же, по природе безоружным, измыслил какое-нибудь иное сродство спасения. Следство. А, сродство, прошу прощения, да. Сродство спасения. Тебе может быть ссорить? Ну, не важно, да. А кого на них он облег малым ростом, тем удалил птичий полет или возможность жить по тем людям. А кого взрастил высокими? Так распределяя все остальное, он всех уравнивает. Да, заметьте, Эпиметей не просто что-то делает, не просто выдает животным рандомные качества, он уравнивает их. Так, природа должна находиться в балансе, иначе они просто поубивают друг друга, и кто-то победит в этой бесконечной борьбе. Все это он измыслил из осторожности, чтобы не исчез ни один рост. Заметьте, то есть он думает наперед, в отличие от Прометрея, думая, что задача его состоит в балансе. Не должен исчезнуть ни один рост. После же того, как он дал им различные средства избегания соединенного истребления, придумал он им защиту против зевсовых времен года. Вот теперь наконец-то появляется зевс. Он надел их густыми волосами и толстыми шкурами, способными защитить их от зимы и от зноя, и служить каждому, когда он пойдет отдыхать, своей собственной самородной подстилкой. Он обул одних копытами, других же когтями и толстой кожей, в которой нет крови. Потом для разных родов изобрел он разную пищу. Для одних – злаки, для других – древесные плоды, для третьих – коренья. Некоторым же позволил питаться и пожирать других животных. Итак, смотрите, для всех животных, как мы знаем, потому что мы уже все просили, кроме человека, эта планета является идеальной. Ну, нет, они все живут в идеальном балансе. У каждого есть своя ниша в экосистеме, у каждого есть чем питаться, чем защищаться, чем размножаться и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Один только человек не может всего этого и является слишком слабым для того, чтобы жить в соответствии со всеми. Позиция человека в живой природе, позиция человека в природе неоднозначна. Наоборот, она унижена. Он не в состоянии выжить. Не в состоянии выжить самостоятельно. И потому, как мы увидим, он должен будет что-то придумать. При этом он сделал так, что они размножаются меньше, те же, которых они уничтожают, очень полдовиты, что и спасает их род. Но был эпиметрия не очень-то мудр, и не заметил он, что раздал все способности бессловесным тварям. Бессловесным тварям, греческая аллогой. Помните, как арестователи определяют человека? Политическое животное. Ну, 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 чем она отличается, подождите. Да, речь и представление о справедливости и несправедливости. Бессловесные твари отделены от... Все бессловесные твари отделены от человека. Собственно, это, давайте я вам даже скажу, это политика 12-53а-10-15. Есть бессловесные твари, которым хорошо на этой планете. И есть человек, которому не очень. А род человеческий еще ничем не украсил. И стал не думать, что ты теперь делаешь. Да, природа никак не помогает людям. Но это значит, что природа на самом деле не мудра. Она не подумала о нашем положении до того, как нас создала. Она случайна. Космос... Есть произведение случайности, но случайность – это глупость. Поэтому космос есть произведение глупости. Вспомните, мы читали с вами только что отрывок из Тимея, где космос был произведением как раз-таки полного разума. Природа оказывается в этом смысле не другом для человека, не матерью. Природа оказывается мачехой, врагом. Природа должна быть подчинена. Если наше изначальное состояние в природе является плачевным, то все, что мы делаем против природы, является позитивным для нас. И наоборот. Если наше изначальное состояние в природе было идеальным, то все, что мы делаем против природы, является отрицательным. Другими словами, концепция Золотого Века против концепции Прогресса. Пока он так не удовевал, приходит Прометей. Заметьте, все, что сейчас было сделано, было сделано в прошлом времени. Когда же боги вознамерились, то приказали. И Петемей выпросил. Он стал распределять. Да, одним то, другим это. Не заметил. Но теперь Протогор, спасибо переводчику, переходит на настоящее время. Пока он так не удовевал, приходит Прометей. Приходит сейчас. Чтобы проверить распределение. И видит сейчас. Что все прочие животные заботливо всем снабжены. Человек женат и не обут. Без ложи и без оружия. А что уже наступил предназначенный день, когда следовало и человеку выйти на свет и земли. И вот сомнение, какое бы найти средство, помочь человеку, крадет Прометей премудрые умения Гефеста и Эфи. Да, смотрите, Прометей, конечно, думает наперед, но ни о чем. Почему он ни о чем не думает наперед? Потому что Эпиметей его уговорил. Прометей слишком мягок. Ну, разумность и мягкость, они совпадают. Поэтому он крадет, премудрые умения, премудрые умения наук, он крадет Техне, Гефеста и Афины. И? Вместе с огнем, потому что без огня никто не мог бы им владеть или пользоваться. Да, и тут возникает проблема. Протагон не говорит, что такое искусство Гефеста и Афины. Первое, что мы понимаем. Искусство противостоит природе. Оно противопоставлено природе. Второе, что мы понимаем. Искусство появляется против воли богов. Еще Прометей крадет его у них. Основание человеческой жизни, цивилизованной человеческой жизни, нормальной человеческой жизни – это преступление. И здесь мы абсолютно видим связь между историей, безусловной Библией и тем, что говорит Патагон. Понимаете, Рому и Рэм. Каин и Авель. Помните, что Каин стал родоначальником человеческой цивилизации? Рома стал родоначальником. Рима, да. Все слышали. Да, да. В основе цивилизации лежит преступление, конечно. В основе нормальной человеческой жизни лежит преступление. Некое преступление, совершенное либо против богов, либо против природы. Давайте мы будем подробнее и немножко, и точнее, и откроем ПИЛ-197БД. Мастерство в искусстве и в ремеслах. Разве мы не знаем, что те, чьим учителем оказывается этот Бог, достигали великой славы? Тех, кого Эрот не коснулся, прозевали в безвестности. Ведь искусство стрельбы, звука, искусство врачевания и прорицания Аполлон открыл тогда, когда им руководили любовь и страсть. Так что его можно было считать учеником Эрта. Тоже. Так что его тоже. Тоже можно считать учеником Эрта, наставником мусс в искусстве. Гефеста в кузнечном деле Афино-Ткацком. Вот, отлично. Теперь вы знаете, какие искусства украл Прометей? Кузнечное дело и ткацкое искусство. И огонь. Потому что без огня никто не мог бы им владеть или пользоваться. В том и состоит дар Прометея человеку. Так люди овладели умением поддерживать свое существование, но им все еще не хватало умения жить обществом. Достаточно. Умение поддерживать свое существование – это что? Не, 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 как мы это называем? Это называется искусство или наука, собственно. Человек оказывается в природе, в которой ему нет места. Он голый, он без когтей, без зубов, без шерсти. Без чего? Без копыт. Без копыт. Ничего не может. На помощь ему приходит наука. Но этого мало для того, чтобы жить обществом. Этим владел Зевс. А войти в обитель Зевса, в его верхний град, Прометею, было нельзя. Смотрите внимательно. Протогор говорит, что с помощью мифа, конечно, что добродетели можно обучить, что она неприродна. Но она и не искусство, потому что искусствами люди уже овладели. А жить совместно, умение жить совместно, добродетели, не доступно им. Да и страшны были стражи Зевса. Прометею удалось проникнуть украдкой только в общую мастерскую Гефеста и Афины, где они передавались своим искусственным занятиям. Украд у Гефест умение общаться со в нем, а у Афины ее умение… Заметьте, что Протогор избегает говорить нам, что же это за умение Афины. Что это за искусство, которое владеет Афина. Мы предположили, что ткацкое. Но он только что пояснил нам, что у Гефеста он украл не кузнечное дело, а умение обращаться с огнем. Извиняю. Прометей дал их человеку для его благополучия. Самого же Прометая после постигла из-за Эбимедея возмездие за кражу, как говорят сказания. Как говорят, смотрите протокол, не объясняя, не говорит нам, в чем это возмездие состоит. Он умалчивает о том, чем заплатил Прометей за свою любовь к людям, за то, что он сделал для людей. С тех пор, как человек стал причастен к божественному делу, только он, один из тех живых существ, благодаря своему родству с Богом, начал признавать Богом. Достаточно. С тех пор, как человек стал причастен к божественному делу, чему? Ну, убивительно. Нет, нет, нет. Нет, нет. А, вот эти... Да, с тех пор, как он открыл искусство. Обманывая. Да, иными словами, величие человека является результатом только его усилий. Это при том, что особость человека, то есть способность овладеть этими искусствами, особо бы случайна. Благодаря своему родству с Богом. И заметьте теперь, в чем проблема. Благодаря своему родству с Богом. Одним. Вот именно. Одним Богом. Хотя Прометей, Зевс, Афина и Гефест. Каким Богом? Не тот ли этот самый Бог, с которым протокол собирается начать с Павеличи? Помните, с Богом? Начал признавать богов и принялся воздвигать им алтарей и кумиры. И пытался воздвигать им алтарей и кумиры. Это важно. Человек – это единственное существо, которое начинает поклоняться богам. И пытается воздвигать им алтарей и кумиры. Ну, ни одно живое существо не занимается тем, что из орехов или из камней делает статуи какой-нибудь белки или чего-нибудь такого. Нет. Смотрите, что говорит нам протокол. Если человек создан из материи, если он создан, то есть его свойства являются случайными, если природа ему не мать, а мачеха, то боги – это что такое? То боги являются чистым созданием самого человека. Если боги существуют, и если всех, все живых существ, кроме человека, они наделили всем необходимым, почему все живые существа не поклоняются им? Значит, я поклоняюсь. Да. Притом, что его не наделили вообще ничем. И пришлось воровать, и тот, кто украл, сел. Ну, не сел, лег, конечно. Протокол прямо говорит, что боги являются производными от людей. Боги являются результатом творения людей. И говорит, что боги являются результатом творения людей вторичным после того, как люди овладели знанием неким, науками. Но не просто науками, а науками не общественными, не политико-техне. Следовательная религия, заметьте, они пытались. Следовательная религия – это что? Это шаг к политическому сообществу. Попытка людей объединиться, попытка создать общество. Первая попытка с точки зрения протогора, человеческая. Была предпринята в форме создания идолов, создания богов. Помните, в чем разница между божественным законом и человеческим? И почему божественный закон куда более выгоден, чем человеческий? Естественно, создание богов является попыткой создать общество с помощью божественного закона. Божественный закон нельзя нарушить, не получив наказание. Душа, следовательно, и духовность, следовательно, являются производными от попытки человека создать общество. Человек не является общественным. Ни одним местом, ни общественное животное. Наоборот. Общество создается в результате принуждения. Мы сейчас дальше увидим, какого именно принуждения. Согласен ли с этим сам Платон? Открываете государство вторую, если я не ошибаюсь, книгу. Там прямым текстом сказано, что человеческая социальность, то есть необходимо решить общество, в обществе является производное отразделение труда. То есть вы строитель, вы умеете построить себе дом, но вы не умеете приготовить еду, не умеете вырастить хлеб, не умеете шить себе сапоги. Поэтому вы начинаете объединяться с теми, кто умеет это делать. Так появляется первое государство. Заметьте, чего здесь нет. И это очень важно. Здесь нет сексуальности. Аристотель скажет, помните Аристотеля? Объединяется мужчина и женщина для воспроизводства потомства. Все. Первая социальность. Платон выбрасывает это в окно. Это вообще не нужно. Социальность не появляется в результате естественного стремления мужчины и женщины создать потомство. Почему? Потому что это естественное стремление является проявлением эротизма. И мы только что немножко читали про Бога и Рота. Проблема с эротизмом в чем состоит? Эротизм это неостановимое желание. Философ как раз таки и человек нормальный вообще должен уметь останавливать свои желания. В идеальном государстве нет места эротизму. Я напомню вам по поводу эротизма очень простую вещь. Мы знаем человека, который на своем щите, а это нормально, ну, нормально для греков того времени, выбил изображение. Только он выбил не классического, там, какого-нибудь Зевса или какое-нибудь солнышко или буковку. Он выбил изображение эрота, метающего молнии. Помните, кто это был за человек? Это был Алкеверт. Эротизм и тирания связаны напрямую. Эротизм и архипредатель связаны напрямую. В идеальном государстве нет места архипредателю. Поэтому там нет места эротизму. Протагон уже здесь и сейчас говорит, что государство не является естественным, что общество не является естественным, что это результат наших собственных усилий. Что все, что создает культура, является результатом труда наших собственных усилий. Эта точка зрения разращает молодежь, потому что она является сугубо релятивистской. Значит, можно все. У нас, помните, старые добрые. Если Бога нет, значит, все можно. Если мы их создали, значит, можно вообще все, что угодно. Можно хоть новых создать. Что происходит с людьми, которые это узнают? Они разращаются. По-другому это не назвать. Помните, как Федипит объясняет Стрипсяду, почему бить своих отцов, это нормально? Ладно, по-другому. Зайдем с другой стороны. Еще до этого. Помните, как Федипит объясняет Стрипсяду, что вообще-то нам не нужно ориентироваться на те нормы, которые выдвигает общество. Он говорит, очень простая вещь. А ты на животное царство посмотри. Что петухи не дерутся между собой, отец и сын. Что там условный лев не изгоняет своего отца, занимая его место. Что животное не совокупляется со своими сестрами, что ли? Там вообще такого нет, говорит Федипик. Если бы сейчас говорит, да, ты прав, там такого нет. Если мы животные, то социальные нормы не работают. И не могут работать. И естественно, это разрушает то, что говорят отцы. Потому что отцы именно этих говорят. Инцент запрещен, отцу убийство запрещено. Надо следовать законам. Боги существуют. Боги требуют жертв. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Причем Боги требуют жертв в определенном порядке. Потому что существует ритуал. Нет ли у нас каких-то вопросов? Как крайне эротизм и тиранист? Эротизм – это бесконечное желание чего бы то ни было. Бесконечное стремление к чему бы то ни было. То есть эротизм противостоит чему? Умеренности. На тирании. А тирании как раз и есть максимально неумеренный строй. Тиран все время хочет все больше и больше и больше. Он не может насытиться. Именно поэтому он отнимает у жителей все остальное. У подчиненных. Именно поэтому он убивает. Именно поэтому насилует. Он не может быть умеренным. А вот искусство противостояния не проявляет. Протокон противостояния не проявляет. Потому что смотрите, он говорит, что когда человек появился, у него не было вообще ничего. Ну, как за богов. Да. С помощью Прометея, который указал все это у богов, у человека появляется искусство. Иными словами, человек не может жить в природе. Если вы выйдете на улицу голым сейчас, через час-другой вы уберете. Как можно жить? Одеждой. Зажечь огонь. Где вы возьмете одежду сейчас, если вы голый? Зажечь огонь – это искусство. Значит, вы должны знать. Так появляется знание, а вместе с сознанием искусство. Исследовательное искусство противопоставлено богам. Нет. Исследовательное искусство противопоставлено природе. Не богам. Природе. Ну и правда. Все, в чем мы находимся сейчас, является искусственным. Здесь нет ничего из того самого. Это стол искусственный. Это техника искусственная. Это здание искусственно возведенное. Все искусственное. И природа превращается в матч. Нет, природа потому и является мачехой, что вы не можете выжить в ней, естественно. Белке не нужен ни огонь, ни одежда, ни здание, ничего не нужно. Она прекрасно же существует в той природе, в которой она существует. И если мы посмотрим на всех животных, все животные, кроме человека, прекрасно приспособлены к тем условиям, в которых они находятся. Бизону не нужен огонь, у него есть прекрасная шерсть. И только у нас нет ничего. Что-то так разумно заключает, что если у нас нет ничего, то природа о нас не думала. А если это так, значит, если она о нас не думала, что бы мы не понимали под природой, диме, урга, богов или что-то еще, это значит, что она глупая, она безумная, если она создает то, что не может выжить. Это значит, что ориентироваться на природу нельзя, а нужно ориентироваться на... Да, все, хорошо, давайте мы на этом остановимся. Мы закончили на абзаце, правильно? Ну, 322, а если что, то всем еще раз. Да, хорошо, спасибо.